Здравствуйте! На портале Экзекет.ру с вами претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как проходят евангельские встречи в Федоровском соборе Санкт-Петербурга. Эти встречи проводятся на протяжении уже нескольких десятков лет. И прежде всего, мне хотелось бы вам напомнить о том, какое место занимает Слово Божие в жизни Церкви. И нужно понимать, что оно занимает центральное место. Точно так же, как Таинство Евхаристии занимает центральное место в мистической и духовной жизни верующего человека, точно такое же место занимает Слово Божие. Поэтому наше богослужение, Божественная Литургия состоит из двух частей. Литургия Слова и Литургия Евхаристическая. Слово Божие мы причащаемся точно так же, как мы причащаемся Всечестным Телу и Крови Господним. И поэтому чтение Священного Писания — это как богослужение. Другой очень важный момент. Священное Писание — это книга или это библиотека книг, которая составлена прежде всего для совместного чтения. Конечно, очень важно читать келейно, читать индивидуально, наедине с самим собой. Но по-настоящему Господь всегда обращается к народу, как к единому целому. И поэтому это слово должно звучать за литургией, то есть за общественным богослужением, либо в церковной общине, в монашеской общине, в кругу друзей, там, где двое или трое собираются во имя Мое, как говорит Господь, и там, где Он незримо присутствует именно через нашу молитву, через слушание Слова. И поэтому во многих общинах существует замечательная традиция, помимо того, что все собираются в воскресенье на Божественную Литургию, обязательно еще в течение недели люди встречаются дома, небольшими группами, для того, чтобы семья, твой дом тоже стали по-настоящему домашней церковью, иначе семья не станет церковью. Не только ты молишься в кругу своей семьи, но тоже оказываешь гостеприимство. И все эти группы имеют всегда очень разный профиль, все зависит от состава участников. Некоторые группы предпочитают общаться в формате научного изучения, это почти семинар для изучения Священного Писания. Очень часто встречи строятся по тематическому признаку, то есть выбирается какая-то тема, например, страх Божий, или любовь Божия, или суд. И подбираются подходящие цитаты для того, чтобы вместе размышлять над этими темами. Некоторые группы вообще превращаются просто в тренировочную площадку для тех, кто хочет выработать навыки проповеди, то есть дома готовятся к этой встрече и составляют небольшую проповедь на то чтение, которое будет читаться вместе. То есть спектр очень широк. Есть группы взаимопомощи, например, есть Братство Трезвости, группы для людей зависимых и созависимых. Они наиболее нас нуждаются в помощи, потому что в Слове Божьем содержится сила, божественная сила, которая обладает исцеляющим воздействием. Есть, например, библейская группа женщин в свете Писаний. Через совместное чтение, молитву и обязательно обмен опытом, как Слово Божие отзывается в их сердцах и исполняется в их жизни, они помогают друг другу найти способ решить некоторые житейские проблемы, как правильно выстраивать отношения с супругом, с детьми, как развязать некоторые узлы. Таким образом, Слово Божие становится действительно источником силы и каким-то камертоном, по которому верующий человек может выстраивать свою жизнь. И многообразие форм такого чтения Священного Писания чрезвычайно широко. Но наибольшим успехом пользуются все-таки группы молитвенного чтения, созерцательного чтения. И в данном случае Священное Писание становится школой молитвы. И эта традиция возникла не сегодня, она возникла в глубокой древности. К этому прибегали уже отцы пустынники. И сегодня, может быть, в каком-то переработанном ключе эта методика, условно говоря, стала методикой медленного чтения или эмпатического чтения, когда каждое Слово Писания пропускается через сердце для того, чтобы это привело к какой-то перемене ума и пробуждению. Но вот небольшая цитата из книги «Лавсаик» Палладия Иллина Польского, в которой описывается бытовая жизнь монахов-пустынников, отшельников. «Таково было обыкновение одного Аввы, отца. Братья собирались у него по субботним и воскресным дням. Всю ночь они ему открывали свои мысли. До восхода зари они внимали его словам, исполненным силы, и уходили при исполненном радости, воздавая благодарение Богу, ибо воистину учение его было кротким». Очень важно, что они собираются вместе для чтения Священного Писания, потому что Писание было в центре жизни пустынников. То есть какой-то один стих псалма мог занять годы жизни монаха, пока он ведет свою духовную борьбу, духовную брань с тем или иным недугом. И поэтому, когда они собирались у Аввы, это для того, чтобы открыть свои сокровенные мысли, то, что происходит в их сердце, какие страсти или какие нашим языком зависимости возникают у него. И получали ответы. И этот ответ был как некое исцеление. Поэтому они уходили при исполненной радости, воздавая благодарение. «Когда уже все были в сборе, он уговаривал их. Братья мои, если у кого-то из вас есть глубокая и недужная мысль, пусть он молчит, пока другие братья не уйдут, и тогда он свободно задаст свои вопросы наедине. Не будем говорить перед братьями, чтобы никто из меньших сих не погиб, или чтобы боль сердца не поглотила его». Слово «эмпатия» здесь является ключевым. Может быть, оно для многих непривычно, но это такая глубина сопереживания, когда чувства другого человека, его эмоции, через открытость твоего сердца проникают в тебя. И поэтому каждый из нас может стать источником исцеления другого, либо наоборот, вот как сказано здесь, печаль сердца поглотит, она может поглотить другого человека. Вот такое удивительное и уникальное чтение Священного Писания, которое прежде всего состоит в слушании. И нам это, конечно, непривычно. Мы живем в цивилизации, где все вещают. И очень мало людей, способных слушать в тишине. Обычно мы идем к коучу или к психологу, просто для того, чтобы нас услышали. Но для того мы и даны друг другу в церкви, братья и сестры, для того, чтобы уметь друг друга выслушать. При этом очень важно, чтобы в этом разговоре люди не говорили что-то от себя, то есть не переносили на других ту боль или те страдания, или смятения мыслей, которые тебя одолевают. Но наоборот, Слово Божие должно стать источником. То есть, условно говоря, мы должны не других втянуть в свою трясину, а наоборот, опереться на помощь братьев и на какое-то здоровое начало, которое заключено в Слове Божьем, для того, чтобы исцелиться. И почему я говорю молитва? Потому что отцы-пустынники тоже дают потрясающее определение, что такое молитва. Молитва – это собеседование души с Богом. Это кажется просто, но это потрясающе, потому что это по-настоящему диалог, не всегда существует такой диалог даже между близкими людьми. Но вот душа собеседует с Богом. Мы обращаемся к Богу с прошениями, мы изливаем свою печаль, например, словами псалмов. И Господь говорит нам словами Писаний. Он отвечает нам, и таким образом совершается это собеседование души с Богом. Одна из удивительных практик отцов-пустынников состояла в том, что Слово Божие становилось оружием. Точно так же, как в искушении Христа в пустыне, Словом Божиим Господь отражает удары сатаны, искусителя. Бес приводит цитаты из Священного Писания, их искажая, и Господь побеждает бесовские наваждения именно божественным оружием. Именно этот принцип принимали и святые отцы. На самом деле, это тоже используется в современной психологии, так называемые аффирмации или какие-то другие практики, которые являются такой формой аутотренинга. Но если это работает даже с теми, кто неверующий и кто верит в психологию, то тем более это обладает колоссальной исцеляющей силой для тех, кто верует и обращается к Слову Божию именно как к Божественному Слову. И другой очень важный принцип, когда мы открываем Священное Писание, то мы вслушиваемся в Слово, как мы читаем письмо от того, кто нас по-настоящему любит. Бог наш Отец, который готов исцелить, помочь нам и приходит к нам в Слове. Для этого от нас требуется именно слушание, способность слышать. И именно с этой способностью связано послушание, потому что послушание состоит в том, что твое сердце открыто, и то Слово, которое тебе дает Господь, оно вдруг начинает жить в твоем сердце и приносить плоды. С точки зрения методики, в традиции церкви и на Востоке, и на Западе выделяют несколько этапов, но в действительности может и не быть разграничений между этими этапами. Итак, вот какие четыре составляющих такого молитвенного чтения Священного Писания? Прежде всего, само чтение. И слово «чтение» в традиции церкви, в древности, лекцию, означало именно понимание. Но одновременно чтение – это всегда чтение вслух. Поэтому по-настоящему задействованы не только наши глаза, но мы произносим вслух, и тем самым мы как будто вкушаем Слово Божие, мы его пережевываем. И одновременно мы читаем вслух, то есть мы ушами тоже читаем. Поэтому чтение – это нечто совершенно удивительное и глубокое, глубже, чем то, к чему привыкли мы. Другой этап – это, конечно, работа ума, наше размышление. Наш ум приходит в движение, мы пережевываем Слово, и тем самым наш ум начинает эту работу, и нам открываются какие-то новые смыслы, такое медитативное чтение, когда мы пытаемся по-настоящему прийти к разумению Писания. Конечно, следующий этап, более важный – это молитва, потому что в этот момент Слово Божие приводит в движение твое сердце, и оно погружается в молитву, в общение с Богом. И заключительный этап, может, самый драгоценный – это, конечно, созерцание, потому что иногда люди, уходя с евангельской группы, говорят, «Я знаю, что я завтра буду еще более счастлив, чем сегодня, мне так хорошо с вами, в тишине, в дружеской атмосфере, наедине со Словом Божиим, это как праздник, но я знаю, что завтра будет еще прекраснее, потому что останется это послевкусие». Вот это созерцание и состоит в таком наслаждении теми прекрасными ощущениями покоя, мира, тишины, которые мы получаем на этой группе. И для того, чтобы технически организовать правильно такое чтение, там есть свое чинопоследование. Я сказал, что это чтение является неким богослужением, поэтому здесь есть свое чинопоследование. Во-первых, конечно, нужна тишина и нужен покой. Точно так же, как мы входим в храм, и на пороге храма должны оставить все, что нас тревожит, все наши нечистые помыслы, смятение сердца, для того, чтобы предстать и отдохнуть в присутствии Бога. Точно так же, прежде всего, нужно прийти в это состояние здесь и сейчас. Затем совершается какая-то вступительная молитва. Это может быть, например, Царю Небесный, или какая-то другая молитва, например, та молитва, которая звучит за литургией перед чтением Священного Писания. Некоторые руководители группы после этого читают комментарии, которые, на их взгляд, показались наиболее удачными для того, чтобы сразу правильно направить мысли. Я считаю, это не очень обязательным, потому что, если человек, даже неподготовленный, внимательно слушает то, что Бог ему говорит здесь и сейчас, ему не требуется комментария. Точно так же, как решая арифметическую задачу, мы же не торопимся подогнать подготовый ответ, заглядывая в конце учебника на ответы. Точно так же и здесь. Но там, где нужна помощь, нужны такие костыли, вполне уместно применять комментарии. Затем наступает момент, когда, как богослужение, каждый по очереди читает стих Священного Писания по кругу, для того, чтобы все участвовали. И после этого наступает момент тишины, для того, чтобы каждый мог побыть наедине с этим словом, может быть, прочитать что-то еще раз, пережить, понять, погрузиться. И затем можно уже приступить к обмену. Каждый может поделиться тем, что ему открывается в этот момент. В некоторых группах есть замечательный момент, он называется «Пир слова», когда вдруг в прочитанном фрагменте есть какие-то особенно яркие слова, которые цепляют твое сердце, и тебе просто хочется их повторять и повторять вслух. И вот каждый делится вот такими буквально двумя-тремя словами, словосочетаниями, образами, которые затронули его сердце, и получается, как настоящий пир. И затем происходит уже, может быть, более сокровенная беседа, когда каждый действительно открывает свои помыслы, то, что вдруг рождается в твоем сердце. Это всегда очень деликатный момент, и можно почувствовать, насколько сильным становится единство этой группы. Именно поэтому Слово Божие, как и Евхаристия, по-настоящему совершает Церковь. Церковь рождается именно как община людей, которые участвуют в общей трапезе, трапезе слова или евхаристической трапезе. И иногда вы чувствуете такой тонкий резонанс между вашими мыслями и сердцем твоего брата. Он за тебя озвучивает именно теми словами, которые ты только что сам хотел сказать, и тебя потрясает это единство. И, конечно, для того, чтобы эта группа принесла только благородные плоды, нужно соблюдать определенные правила техники безопасности. Потому что там, где общение становится близким и доверительным, как раз возможны различные обиды, раны, травмы, которые разрушают общение, и потом такие группы просто перестают существовать. Вот для того, чтобы это не произошло, нужно помнить всегда, что в центре всегда остается Слово Божие. Притом именно через слушание. Никто не должен вещать, проповедовать, морализаторствовать, рассуждать просто так от ветра своей головы. В центре всегда остается Слово Божие. Всегда должны помнить, что мы приходим не для того, чтобы себя выразить, но для того, чтобы услышать нечто от других, и услышать в том числе от своего сердца. Поэтому самое главное, это, конечно, отключить вот этот дискурсивный разум, который постоянно о чем-то рассуждает, строит какие-то теоремы и так далее. И делиться имеет смысл только тем, что тебе открывается именно здесь и сейчас. Не нужны цитаты из каких-то великих проповедников, какие-то мысли, которые могут произвести смущение или вызвать бурю эмоций. Ни в коем случае нельзя перебивать того, кто говорит. Нужно терпеливо, с молитвой, созерцательно выслужить. Тогда твой собрат, даже если он не может сразу нащупать правильную мысль, все-таки найдет то, что он должен до тебя донести, и это будет ко всеобщему благу. Поэтому нельзя ни перебивать, ни поддакивать, говорить, а вот у меня тоже было что-то подобное, у меня есть опыт, я свидетельствую. Все это разрушает именно молитву и созерцательное чтение. И, конечно, самый главный принцип, все, что было озвучено, остается здесь. Ничто не должно выноситься за пределы группы. Это точно так же, как тайна исповеди. Проблема не в том, что у каждого из нас есть какие-то тайны. Самое главное, что мы касаемся присутствия Бога. Именно в этот момент Господь тебе что-то открывает в твоей жизни, и поэтому это не может стать достоянием досужих разговоров, сплетней, обсуждений. Все это остается как некий дар. Дар, который Господь дает нам здесь и сейчас. И поэтому я приглашаю тех, кому это будет интересно, обязательно постараться применить эту древнюю святоотеческую практику чтения Священного Писания как слышание. Потому что именно способность слышать и слушать друг друга у нас чаще всего атрофирована в повседневной жизни. Поэтому здесь возникает не только таинство Церкви, и человек завершает свой путь в оцерковление, но и это одновременно таинство исцеления и единство со Христом Воскресшим. На портале Экзегиатру с вами был прятерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует... Продолжение следует...